это моя стояночка на которой я чаще всего бывают до него до этого места добраться не сложно от дома моих родителей поэтому собственно я здесь решил обустроить так сказать базовый лагерь погнали вот так быстро и просто пару группов шайбами и стол готов вот такая у меня получилось ведро печь с возможностью добавление топлива через это вот отверстие сверху будет решеточка которую прекрасно можно будет располагать чайник сковороду котелок стоянка моя потихоньку не спеша начинает приобретать вид стол лавка и перенес туда за деревья сверху закрепил поперечину так вот работа конечно еще очень много очень сложно найти в нашем лесу прямые и при этом еще и сухие жерди все-таки не хвойный лес все кривое, косое и покореженное это кстати вот тот самый ящик так я его пока поставил на пенек не знаю что это будет возможно полочка для каких-то вещей может переделываю все это дело пока вот так не знаю а всем еще раз привет продолжается мой суровый бомж крафт во всем его великолепии вот притащил четыре пенька с ближайшей так сказать делянки где пилят дрова то что на видео заняло буквально наверное несколько секунд меня ушло больше двух часов то есть примерно в километре находится это место и вот эти пеньки по очереди оттуда сюда тащил вот такое смешной чудо в общем сейчас отдыхаю пью чай и продолжим обустройство своей стоянки но это было реально тяжело скажу без ложной скромности но зато теперь из этих четырех пеньков я смогу чего-нибудь придумать сейчас наверно переделаю лавку для начала сделаю ее повыше один пенек станет стулу чтобы возле костра можно было бы удобно сидеть 2 соответственно будет столиком небольшим тоже рядом с костром поставлю точнее не рядом с костром рядом со своей ведра печкой для начала сейчас вот разбираю лавочку и ставлю ее уже вот такие вот пеньки так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая вот укрепленная колотушка Испаления в которой остались после того как я разобрал лавку Я решил сложить что-то типа отражателя Рефлектора Субтитры сделал DimaTorzok Пока вот так без заморочек Пока суть до дела Успел я проголодаться Готовить не буду ничего сегодня Времени у меня не так уж много На этот выход Поэтому взял вот с собой Вкуснейшие домашние беляши Приятного аппетита Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что пришел я снова на свое место Буду сегодня заканчивать постройку шалаша своего Полиэтилен купил Полтора метра Ширина, длина получается взял 10 метров Не знаю сколько останется Или не останется Посмотрю может быть в два слоя сделаю Вот он не очень толстый Поэтому можно и в два слоя Ну еще взял скотч для того чтобы Между собой скреплять вот эти вот Листы Из полиэтилена Сейчас Наверное попью чаю Передохну Вот потому что еще не завтракал сегодня И потом продолжу Обустройство своей стоянки Уже года три наверное у меня Вот такая вот Имеется Газовая горелочка небольшая С Алиэкспресс Вот Но Я ее еще Ни разу Не испытывал Честно вам скажу Все никак не мог Баллон вот такой вот найти Ну вот теперь Все получилось И надо бы ее Испытать Наливаем воды Добавляем чая Ну Поехали Вроде бы все горит Крышку жалко я не взял Для кружки Что-то не подумал Наверное будет долго кипеть Ну ладно Заодно посмотрим Ведра печь Сейчас все уберем Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю пока буду Сегодня не буду Разжигать ее Посмотрим Как сейчас себя Горелка поведет Спустя почти 20 минут Чай закипел Ну не знаю Насколько это быстро То что удобно Да Поставил И занимаюсь Своими делами Наверное летом Более удобно будет Использовать все-таки Горелку Чем зимой В принципе Ветра здесь никакого нет Поэтому Ветрозащита Думаю здесь Не нужна Но Все равно долго Ну только что Удобно конечно Чисто Дымом не пахнет Быстренько поставил Водички налил Так что сейчас Наверное попозже Все-таки Когда начну готовить обед Разожгу печку Из ведра Отключаем Отключаем Субтитры сделал DimaTorzok В общем Получилось Вот у меня Такое нечто Кусок целлофана Остался Как козырек Я пока не придумал Что с ним сделать Но В общем Решил пока так Оставить Получается Два слоя Положил И где можно было Заклеить Заклеил скотч Низ Забросал Снегом И ветками Такие вот дела Ну в принципе Навес получился Нормальный Там уже даже Ощущение Складывается Как будто бы Тепло А время Уже подходит К четырем Так что Можно Приступать К готовочке Сначала Заготовим Стружки Заклеил скотч Заклеил скотч Заклеил скотч Заклеил скотч Заклеил скотч Кроме ложечек Нашел Нож на всю жизнь Пока Мнение мое Не изменилось Вот такие дела Ну ладно Сейчас будем Готовить Народ Делать Заклеил скотч Шум Заклеил скотч Не трех Жидко Лук А готовить мы сегодня будем, на мой взгляд, самое практичное блюдо для зимних походов, выходного дня, для рыбалки, пельмени. У меня сегодня просто шикарный стол. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Вот такой у меня получился навес, не козистый, но мне нравится. Сейчас опущу верхний полок, чтобы снегом туда не замело и буду собираться домой. Ведра печки себе зарекомендовала просто отлично. Я ее накрыл пакетом с запасом сухих дров на всякий случай, чтобы снегом ее не замело, ну и дровишки уже готовые и сухие будут. Когда ухожу, я стол накрываю куском фольгопласта, чтобы на нем налить не образовывалось, снег не падал на него. Потом просто прихожу, убираю, а фольгопласта использую как сидушку, чтобы пятая точка не мерзла. Ну что, пора собираться домой. Ходите в походы и берегите природу. С вами был ДК. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok